Семинары предполагают видео формат. Что-нибудь сказать для тех, кто начинает. Может быть, что-нибудь новенькое удастся вспомнить и проговорить. И поскольку взрослый человек берется за кисти, у него иногда даже нет никакого, бывает даже, что никакого опыта в детстве в рисовании, то ему нужно как-то сориентироваться в пространстве для того, чтобы как-то этот творческий процесс, творческий процесс именно обучения, не самого письма конкретной картины, а творческий процесс обучения превратить в результативный, умный и быстренько-быстренько добиться тех минимальных результатов, которые необходимы, чтобы вести красивую, интересную жизнь художника. Чего я всем вам желаю, поскольку это действительно очень интересная жизнь. Вы, наверное, много видели людей, которые бросили бизнес или еще что-нибудь ради живописи. И, наверное, не видели ни одного художника, который бросил бы кисти, и даже зарабатывая на своих картинах безумные деньги, бросил бы кисти и занялся бы бизнесом, например. Или еще в гуалтерию пошел бы. Есть такие, может, извращенцы. А поэтому жизнь художника – это такой был вид извращения, который можно было бы в книгах описать. А поскольку жизнь художника очень интересная, то ее и нужно усвоить. Не превратить живопись в каторгу для себя. Вот захотел и научиться живописи, захотел. А в итоге смотришь, какая гора перед тобой. И руки опустились, все это ушло в сторону и снова вернулось в бухгалтерию. Ну и все. Чтобы этого не произошло, а чтобы действительно быстро-быстро получить все блага, причитающиеся художнику. А если вы знаете, может быть, я вам, по-моему, в Библии есть слова о том, что художником город благословляется. Понятно, что те города – это тысяч пять населения, но в те былинные времена художником благословлялся город. То есть, если был в городе художник, то это было особое благословление. То есть, как ни странно, ни композиторы, ни певцы не удостоились такой чести, как художники. А живопись, она умеет говорить без слов. Вот то, что словами невозможно сказать, говорится языком изображения. И это дает право художнику выплескивать именно свою эмоцию, свое внутреннее видение, своего внутреннего человека на холст. И в меньшей степени может быть акцент на ремесленный успех, что для вас становится очень ценным. Потому что ремесленный успех к вам придет не мгновенно, и может быть для некоторых довольно нескоро. Ремесленные достижения. А вот выплеснуть своего внутреннего человека – это вы можете сделать в любой удобный для вас момент. То есть, взять кисти, краски и с пониманием задачи, то есть, задача как раз будет состоять не в том, чтобы что-то изобразить, а как изобразить. То есть, может быть, даже абстрактно изобразить. То есть, в любом случае, когда человек берет краски, он выбирает, делает определенный отбор, свой личный отбор в цвете, свой личный отбор в тех предметах, которые он изображает. И даже наивное изображение этих предметов в наше время является языком живописи. То есть, наивная живопись так и называется. И, конечно же, это может найти зрителя. Что, собственно, главное в нашем. Найти зрителя, сотайинника этим переживанием, этому световому переживанию. И, как бы, нет вообще препятствий для того, чтобы из-за этого. Нет никаких препятствий для того, чтобы с удовольствием заниматься живописью, кроме самого человека, который в силу какой-то заскорузлости, окаменелости души, не может всерьез раскрепоститься на холсте. Понятно, что для ремесленников, таких как я, профессиональные художники и другие, которые получили этот опыт рисования и имеют ремесленное умение, живопись более подручна. То есть, хочу изобразить и изобразим. Можно даже не думать, как изобразить, просто брать и изображать. И ты вполне что-то внятное нарисуешь. Но в наше время это внятное не всем интересно. В основном даже неинтересно. То есть, умеющие рисовать художники потихонечку уходят на второй план. А умеющие выплеснуть свое внутреннее состояние, переживание, вот они становятся главными фигурами современной живописи. И путь от начинающего художника к полноценному художнику сокращается просто до... Ну, сегодня можно стать нормальным современным художником. И если преодолеть маленькое условие, так же, как у психологов там есть свои терапевтические способы преодоления проблемы человека, так же и в живописи можно преодолеть свою заскорузлость, закрученность, окаменелость, остеохондроз душевный. Просто взять и преодолеть, прыгнуть в логу и тройку. Что и, собственно, и стоит сделать начинающему, взрослому начинающему художнику. И вот для сравнения, вот импрессионисты, там среди импрессионистов есть люди, которые пришли в импрессионизм, хотя это было век назад или уже полтора, пришли в импрессионизм с улицы, без клерков и других людей. В силу того, что идея импрессионизма была легкодоступна для исполнения, и это действительно так, то есть выучить живопись а-ля Мане, а-ля, освоить, вернее, живопись а-ля Мане, а-ля Ренуар, очень легко. То есть буквально два десятка копий импрессионистов, и вы вполне сможете писать в этом ключе. Вы можете брать любую фотографию, не картинку, уже чужую, вернее, репродукцию картин, а брать любую фотографию и перевести ее на язык импрессионизма. То есть мелкий мазок переводит фотографию в любую, или вы вышли на пленэр и пишете с натурой, мелким мазком вы просто сразу переводите на язык живописи. А поскольку это, как правило, лиревца, далечки, облачонники, то, конечно, все это очень легко изображается, даже если вы, как бы, никогда этим не занимаетесь. Потому что достаточно перейти на мелкий мазок, вы получите что-то приличненькое. То есть сама технология дала возможность. Ну а тем более в современном мире, если полистать журналы, походить на выставки, пощупать эту, присмотреться к этой живой лихе близко, вот прямо смотреться, как они это сделали, конечно, уже попробовав, когда человек попробовал, после уроков многие, когда посещают эти музеи и выставки, говорят, как мир преобразился. Я теперь прихожу в музей, я вижу, что видеть. То я отходила подальше, чтобы увидеть, что же там нарисовано, а теперь я подхожу поближе, как нарисовано. Вот, то есть вообще мир наполнился живописью. Кстати, если взять даже процентное соотношение в удовольствиях от жизни, то живопись в этих удовольствиях, даже просто созерцание предметов искусства, занимает, может быть, свои чуть ли не 20%. Даже сейчас, когда мы листаем контакты, все же, наверное, в контактах бывают, ну или еще где-нибудь там, в избуках, мы же на картинке, все на картинке, все внимание картинка. Реже даже содержание, но просто через картинку содержание сразу получаем. Вот есть вещи невысказанные, Андрей Рублев взаимоотношения троицы высказал изобразительно. То есть то, что невозможно высказать, а тогда стояла проблема, как это они там взаимоотношения, то есть такое богословское время было, он изобразил. И вот ясно, как. То есть то, что невозможно высказать. Поэтому через картинку часто мы получаем то, что невозможно проговорить. Ну вот и задача художника во многом в этом и состоит, чтобы показать то, что невозможно проговорить. И те художники, которые заняты только ремесленным своим совершенствованием, конечно, проигрывают сейчас, потому что кругозор людей очень сильно расширился. Меньше стало внимания к глубине, но кругозор колоссальный. И в этом кругозоре, в этих языках живописи, которых тьма, можно для каждого из вас выбрать с любым техническим уровнем вашим в рисовании, выбрать себе язык, в котором вы сможете развиваться и очень быстро-быстро-быстро прийти и к выставочной деятельности, и вообще к общению с социумом. Даже можно уйти в шоу-бизнес со своей живописью, потому что это тоже шоу-бизнес, и во всяком случае элементы шоу-бизнеса в живописи во всю присутствуют. И это тоже творчество. Сам бизнес живописи, продать телевизор, дело же не хитрое, там купил, здесь в нужное место поставил и продал. А вот продать картину, которая может стоить ничего или много, вот уж творчество, да? Так удовольствие, если ты, вот у меня недавно ученица продала картину за 7 тысяч долларов, ну так это ж приятно. Причем картина, которая писалась, там, ну, 4 часа. Другая девочка, вот эта в Москве, сейчас только что мне рассказала, две картины она написала, две картины продала за 5 тысяч долларов. Ну, у вас в Москве вообще оказались хорошие цены на живописи, и вам вообще, москвичам, москвичам стоит этим заниматься сразу с прицелом на продажу. Конечно, как собак делиза. Потому что пока я давал уроки в Севастополе и даже в Киеве, спрос очень низкий, очень низкий спрос, и от того, что не хватает денег у людей, и от того, что общая культура значительно ниже, чем в Москве. А в Москве такой уровень культуры и денег столько, что не заниматься живописью, просто преступление. Значит, я уже как бы немножко эту ниточку предпринял в своем рассказе. Я почему это все говорю? Потому что, конечно, у меня опыт общения с новичком колоссальный. Прошла тьма людей. И я вижу, что нет практически людей, которые бы не могли бы писать картину. Их даже нет одного процента. То есть есть люди психически немножко неустойчивые и паникуют, когда у них не получается. Ну, вы можете себе представить, как они паникуют вообще в жизни. То есть действительно есть некий процент паникеров. Но их тоже очень мало. Вот это коллективное сознание, коллективное удовольствие, коллективное сознание, когда люди на общем уроке пишут, все-таки и даже паникеров немножко загоняют к какому-то порядку внутреннему. Все-таки им приходится в своей панике наступить на горло и что-то предпринять. Сказать, что есть люди с таким вывихом, что ну вот на никак писать никогда не сможет. Ну, есть. Есть. Есть не паникеры, но с таким вывихом, что аж страшно было. И думаешь, надо же настолько не видеть, настолько ничего не видеть, настолько ничего не чувствовать вот этим местом. Но даже такие люди обычно пару месяцев, вот есть из них, вот из этих вот, у которых вывих, из них есть люди, которые восстали на это в себе, и говорят, я вижу, что у меня ничего не получается. Но я очень хочу распробовать это дело, все-таки, чтобы выяснить для себя это. И вообще, я хочу это, я хочу рисовать. Ну, два-три месяца, и этот человек работает вровень со средним уровнем легко. А дальше уже просто открыта дорога, как и для каждого из вас, у кого нет вывиха. Опять же, вывих есть некого одного процента, когда действительно аж удивляешься, насколько можно не видеть. Самое большое, что мешает техническому исполнению картин, это отсутствие внимательности художника, то есть цепкости, расследовательности сознания. То есть мы не расследуем предмет, мы смотрим и не видим. То есть вот это вот пословица смотрит книгу, видит фигу, это вот очень сильно для нас. Художники все-таки люди, которые привыкли от юности, от всего образования и прочее, привыкли расследовать то, что видят. И ну, внимательно к тому, что видят, замечать, подмечать, накапливать вот эту информацию в своем компьютере и, конечно, кругозор их от этого расширяется. Но у них есть другая проблема, особенно у тех, кто от юности приговорен к живописи. У них вот это вот соревнование друг с другом, вы знаете о зависти творческих людей, это притча во языцах, вот эта зависть часто не дает им, просто парализует их творческую деятельность, и не зря на то, что они картины пишут, а картины зарабатывают, но творческий паралич налицо. У вас, по идее, этой проблемы и быть не может, потому что вы жили без живописи, и чего вам завидовать, вообще, художникам, что они пишут. То есть, если вы берете за живопись, для вас это в чистом виде праздник, 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 и соревноваться в ремесленном успехе с профессиональными художниками вам, по идее, не должно в голову прийти, а высказываться вам легче, потому что профессиональный навык не мешает этому высказыванию. То есть, вы можете писать, как дышится, так и пишется, что как раз в наше время и взыскано обществом, зрителем. И это вообще, ну, вообще, вашему положению можно позавидовать из среды художников, потому что там пауки в банке, они еще общаются друг с другом, ну, вот это вот сарьеризм вот этот процветает страшно, а у вас вообще настолько свободно от этой банки. То есть, что скажут коллеги по цеху, для вас вообще никак. Вы можете даже никогда с ними не сталкиваться. не сталкиваться. То есть, на своей выставке звать не художников, и не потому, что вам нечего будет показать, а потому, что ну, зачем вам художники, вам нужны зрители. А коллеги по цеху, если они оценили хорошо. Кстати, оценивают часто из вас многие, когда приходят одевать в рамы, говорят, ой, какая красивая картина, а кто это, дескать, что за имя это писал? Хотя часто человек практически уже самостоятельно пишет на моих уроках, и я там, но только хожу, хвалю. И иногда даже многим ученицам, которые там уроков по 50 прошли, даже непонятно, зачем выходите. Вы и так все умеете. Они говорят, ну, это раньше я могла без вас легко писать, а теперь уже не получается. То есть, нужна похвала, нужен коллектив, нужна вот эта движуха. Поэтому, и в этом смысле тоже, опять же, вам хорошо, потому, те, кто, пока они студенты, вот эти профессиональные художники, им там тоже хорошо. Они еще не так, они еще не пауки в банке. Они потом становятся пауками, когда разберутся по своим мастерским, мечтают о славе великой, а ко многим не приходят, а ко многим не приходят, эта великая слава, и вот начинается это внутренняя мучача. А у вас вообще этого не должно быть. И у вас может получиться та тусовочная студенческая жизнь, от которой балдеют все студенты художественных вузов. Там действительно атмосфера настолько жизнеутверждающая и нарядная, что вы можете себе позволить сейчас. То есть, многие хотят почувствовать молодость и просто даже омолодиться. для нас женщин это вообще важно. Правда? Да. Я подговорю для нас, потому что я же уже практически ваш. Мы согласны. Согласны. Мертвому говорите, звонил и поднимите. Рисуем. Я тут с вами и сам. Весилу на 20 килограмм больше, при таком обилии женщин просто нельзя весить. А что, всегда вот такой расклад гендерный, да, по гендерному мнению? Одни женщины, редкие мужчины, вы что, это много сегодня. Мужчины как-то умудряются, умудряются до 20, смотришь, столько, или там, до 25, столько творчества, столько ученичества внутреннего. А потом встал на каких-то уже принципах и давай черстветь, солдафонеть. А женщины, ну, как кошки, да? Кошки же они всю жизнь игривы. Кошак играл, играл, играл. Ход вырос, все, он ходит, битвы какие-то там великие совершает. Поэтому женщины, конечно, в этом смысле вообще хороши. Говорят, что у женщин интеллект на 15% отстает от мужского. Именно интеллект. Как хранил. Интересно. Ну, так не интеллектом же единым. Это мужчины так вот. Женщины сущности угробованы. Может быть, все-таки вне общий фон, может быть, и так вот. Но эмоционально женщины настолько подвижны, настолько интересны. Ну, что, кто интереснее? Солдафон или человек эмоциональный? Ну, конечно, солдафон вообще не интересен. Они же все как нарезка, так олбасная. А люди эмоционально подвижны, они разные, со своими этапами. А живопись, она эту эмоциональность подхватывает и доделывает. То есть, человек действительно начинает волноваться в жизни от вещей, достойных волнения. эмоциональность То есть, получается так, что мы пишем картины, мы волнуемся, чтобы написать, и мы пишем, чтобы научиться волноваться. Получается, это взаимный процесс. Опять же, если нет зависти, то это жизнь просто, жизнь цветов на поляне. Это одно удовольствие. Ну и у цветов есть такая потребность нравится. И вот у нас как художников, как у женщин появляется вот эта возможность нравиться и так, и сяк, и бряк. Ну, в данном случае нравится и как женщина, и как человек эмоциональный, еще и как художник. То есть, это вообще для нас. Ты плавно к цветам переехал. Да. А, точно. Тема всегда цветы. Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Да, даже. У меня даже от лично женщины перешли к вам цветам. Значит, по свойству цветов нравится, да? У женщин такое свойство есть. И эта живопись дает возможность нравиться в разных ипостасях. И когда у женщины еще и творческая, ну, я вам скажу, что у женщины, которые входят на уроки, первые шаги часто мужчины начинают ревниво смотреть на это, а потом хвастают своими желанами направо-налево. И кто пришел в дом, первое, что надо показывать, это работы моей жены. Самое вкусненькое в нашем доме. А если еще и выставки, то вообще есть, куда платье одеть. Висит же годами. и даже хочешь купить и куда я пойду. На собственную выставку, на презентацию выставки. 5-7 картин нарисовала за месяц. Выставка дополнительная там. мест для выставочных мест платья. 5-7 картин будет платье. И каждый раз новое платье можно себе позволить и куда есть, и зачем. Так что живопись надо делать, но делать ее умненько, чтобы не смотреть вообще на жизнь художников. Часто жизнь художников ассоциируется с вернисажем, дескать, он художник от слова худод. И те, которые сидят на вернисаже, отчасти это действительно худоватые художники. Они выбрали единственным для себя возможностью показывать свою живопись это вернисаж. Мало того, идет захалтуривание посредством производства картин, такого тупенького производства. И художник теряет то, к чему художник призвал. То есть ремесленная художник пишет моречки, у него ремесленная в моречках выросла хорошо. Тот пишет березки, рощи какие-то, третий пишет, рисует портретики и прочее. это один процент художников. Я вас уверяю, вернисаж это только один процент художников. Основная масса художников зарабатывает прямо в мастерских. В коллеге их выставляют свои работы, конечно. Но основная масса продаж идет именно из мастерских. Нет художника, у которого нет несколько человек-кормильцев. либо это какие-то коммерческие воежеры, которые ездят, скупают живы. Я его продам за такие деньги, из Москвы по всей провинции русской скупают и потом здесь продают. Плюс есть обожатели художника какие-то, поклонники среди местных или не только местных, которые тоже покупают эти картины у него и чаще всего жизнь художника безбедна. Поэтому эти разговоры о бедности художника ну и те, которые на вернисажах у них достаточно безбедная жизнь, но просто она дурная, она невкусная. Но те, которые не видны в обществу, у них как правило очень безбедная жизнь. Редкий художник уж настолько вот да, вот этот вихрь был, когда люди увлеклись только холодильниками, телевизорами, квартирами и машинами, этот вихрь, да, он немножечко подкосил благополучие художника. Сейчас деференциация произошла, то есть все ценности вернулись на свои места и о бедности. Наоборот, галеристы просто в некоторой даже панике от того, что художники настолько разжирели, что от них работ невозможно получить, они ленятся, он раз в месяц или там на 4-5 дней садится пописать, а потом просто тусуется целыми днями, не работает. Он написал картину, они у него куплены, он на эти деньги гуляет. То есть художники это не очень часто не очень работоспособное племя, потому что они же сами себя организовывают. Если речь идет о кормильце семьи, то сказать, что он стоит на страже это трудно, потому что он ждет, когда у него там находится. А для этого нужно погулять, походить. У вас немножко другое. Вы как раз привыкли работать, и вам это ничего не стоит. Потому что художники как раз привыкли не работать. Им как раз чего-то стоит взяться, написать. Особенно, когда это пожизненное, когда это действие стало уже слишком привычным, даже где-то поднадоело, все равно приходится. Но опять же, поднадоело это очень условно. Это так же, как экран надоело, какие-то другие приятности, вкусности. Море надоело, песок, пальмы, все это надоело. Это вот так, если живопись надоела, то это вот так. не хочу идти купаться, но пойду. А придется. Чтобы стошнило бухгалтером по работе, все сразу заходят опять. Это так же, как русский человек сетует на то, что жизнь вокруг какая-то дрянная, а когда уедет туда, поживет там, вроде как очень хочется обратно. живопись это еще больше. Если художник отлучен от живописи, тогда будет действительно пытка. Ну, все там какие-то внешние причины. Так что, я думаю, я вас вполне сагитировал заниматься живописью. В том числе себя я точно увидел, пока я вам это говорил. Единственное, что я не смогу уже побыть в вашей шкуре, я уже как бы побыл в вашей шкуре в молодости, а сейчас уже не смогу. А вы эту молодость можете иметь сейчас, эту молодость сознания, когда вы вдруг открываете для себя чудесный мир. А вы ее можете иметь сейчас в изобилии, потому что красок навалом, спрос есть. Главное, чтобы вы преодолели в себе некоторую боязнь, нашли правильных учителей. Вообще, на самом деле, выбор учителя это задача. Потому что даже многие студенты, выпускники и прочих художественных учреждений, они потом часто вот там Иван Иванович говорил, и вот Иван Иванович сказал, когда-то никогда не бери мастихин был. Что если художник взялся за мастихин, то ему больше нечего сказать. Сказал ему Иван Иванович, его педагог. И вот художник лет двадцать потом это я боюсь взять мастихин. Потому что мне больше нечего сказать, если я уже взял мастихин. Но благо я имел другой немножко путь мне мастихин и не понадобился в этой церковной живописи. А для других студентов это было такое табу большой проблемой. Сейчас вы знаете я наоборот все время балуюсь с мастихином. И вам кстати советую начать свою творческую учебную творческую жизнь с инструментов как бы нетрадиционных. Есть традиционный инструмент кисти. Если учиться рисовать надо взять кисти обмагните живописцы обмагните ваши кисти кисть 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 с ними практически невозможно но они не под нотарей в других инструментах мало того кисть мешает им взяться в задумке инструмент они настолько привыкли качественно изображать что новаторство для них становится проблемой для очень многих им надо бы сначала разучиться чтобы потом снова научиться вот этим новаторским штучкам у них кисть умение вырисовывать стоит на пути к кисковиде душевной у вас такой проблемы нет и вы можете взять эти новаторские инструменты инструменты нашего времени если в 19 веке я бы взял бы и сделал бы картину мастихином ее бы просто никто не стал смотреть сказали дикость какая а в наше время скорее нет в наше время кругозор на все 360 градусов поэтому любое исполнение приветствуется но вы пользуясь такими инструментами как мастихин в первую очередь тряпка палец ну не в этом смысле а просто этот палец очень удобный он вот самый подвижный вот этот норовит указать а этот может моделировать вот вот работу пальцем а иногда и целой кистью руки можно работать по хвосту и вот в этом инструменте вы сразу имеете преимущество перед опытным художником который все равно хочет чешется в него руки взять кисть и начать вырисовывать а недосказанность живописи часто предпочтительнее чем досказанность досказанность есть фотографии хочешь досказанное возьми фотографию а хочешь поэтичное недоскажи поэзия не проговаривает внятно ясно мысль поэзия говорит какую-то абстракцию а ты понимаешь ее очень объемно то есть она как бы трехмерно да вот проза она больше двухмерно а поэзия она трехмерна вот так же и недосказанность живописи она трехмерна а досказанность мало то что у нее появился чудовищный конкурент в виде фотографии то есть умение изображать опять же умение изображать должно быть с умом поэтому в таких инструментах как мастихин я покажу что это за инструменты я говорил о нем в таких инструментах как мастихин возможность не досказать очень высокая в таких инструментах как палец возможность не досказать очень высокая ну потому что попробуй доскажи все таки это не тоненькая кисть и мало то что здесь могут Ваше недосовершенство ремесленное дать какой-то интересный излом тому, что вы изображаете. Дома будут плясать в городском пейзаже, глаза в портрете будут на разных уровнях, но это может прозвучать. Вот ваше неумение может прозвучать в силу того, что оно каким-то образом обострит впечатление. Хотя вы, допустим, изображаете конкретный предмет, ну допустим, городской пейзаж. Но когда речь идет о деревцах, там нет портретности, нет внятного изображения. Поэтому такое дерево, не такое дерево и понятно. А когда речь идет о более геометрически внятных вещах, как линейные, городские, портретные мотивы, там, конечно, вот этот излом может... Да вот даже если бы кто увидел наброски Матисса, это же вообще к академизму почти никакого отношения не имеет. Однако это великий рисовальщик, и это сплошные приблизительные линии, которые звучат. Помните эти красные мальчики, по-моему, которые хороводом рисуются по зеленому пятну? Там вот так по пятну красные мальчики, вы помните, или девочки? Да, нет, это мальчик, вы? Да. Но это же детский рисунок. А вот недавно показывали там киевского художника по телевизору, который самый дорогой художник Киева. Там по сто тысяч долларов картина, и он на фоне совершенно элементарных вещей. Три пятна, это однопрасная, другая рыжеватая, третья синяя. Причем гигантского формата, то есть там метра три на три, такой квадратный. И он на фоне этой картины, рядышком пару небольших картин, примерно такого же содержания. И его спрашивает, журналист говорит, скажите, а ребенок мог бы такую картину написать? Он нечестненько говорит, мог бы. То есть наша с вами задача стать этим ребенком, который тоже бы мог. Просто ему, чтобы прийти к этому, понадобилось взойти и спуститься. А может быть, не обязательно подниматься? Умный же в горы не пойдет. Ну да, он уже сказал, 50 лет порисуйте, потом сможете так. Дальше он уже потом начал сам себя и... Вначале он сказал более умную мысль, что... А ребенок мог? А как его зовут? Криволапка? Анатолий Криволапка. Кривая кривость. Пять баллов. Как прокурор, так зверев. Криволапка. Денис Малевич был с черным квадратом. С Малевичем и черным квадратом там много версий, как это произошло. Но мне больше всего нравится другая версия. Когда пришел в какое-то сообщество художников, некий финансист, и говорил, что вы тут... А они там рассуждают о высоком, о великом. Он говорит, что вы рассуждаете? Дайте мне черный квадрат, закрасьте мне черным холл. Я через год... Этот холл будет стоить миллион долларов. Ну а дальше что будет? Когда люди видят, что на картину поставлено, они понимают, что я сейчас куплю ее за 50 тысяч долларов, а через год я ее уже продам за 100 тысяч. То, что видно, что на это поставлено. А для того, чтобы это было видно, нужно тоже... Это творчество, очень интересное творчество. Но только Малевич имел смелость сделать. То есть из всех... Не, может из этих всех только Малевич. Взял и закрасьте. На, на, продавай. А там же под этим всем другая работа, под этим черным. Это тонкие, вот как жир там положено. Ну и что? Ну там хоть что-то на юрном мусоре. Ну что-то у него было, допустим, в отвале. Он это закрась. Очень много живописей, я думаю, вы видели в музее. Очень много живописей написано по картине, которая была там. То есть художнику она не понравилась, и он сверху написал другую. Кстати, не рекомендую переписывать. Значит, если вы, допустим, не вполне довольны картиной, это не значит, что надо ее без конца переписывать и переписывать и переписывать. Снимите ее с подрамника, скрутите рулон, пусть лежит. Я вам скажу, из рулона картины очень хорошо продаются. Когда ты перед... Можно же даже потом, когда уже вас будут знать несколько ваших партий, появятся художники, вы можете от них влечь. Значит, у меня в рулоне есть картины, которые я убрала в рулон по разным причинам. Распродажа? Распродажа. Но из рулона она выглядит совсем иначе. Стискот достанется из любого. Да, да, да. Поразит на рулон. Она какая-то уже намоленная, она уже такая... Хотя в рулоне там валялась, но она как вино, как вино. В этих подвалах она набрала... Игорь, а можно ли наружу пол, попрочем? Наружу. Чтобы живопись не сломалась, да? Да, чтобы живопись была наружу, с верхней стороны. Потому что иначе оно скухожит и потрескается. Ну, опять же, если потрескается, может быть. То есть не советую переписывать картины. Ну, это экономически невыгодно. Ну, не нравится, скрутите. Сняли с подрамника, скрутили. На подрамник потом надели другой холст. Причем не сами. Это все надо делать в мастерских, пусть там специальные люди есть для этого. То есть не обязательно женскими руками натягивать холст. И вообще не советую ни грунтовать холст. Не по собственному произволу покупать кисти и прочее прочее. То есть, чтобы выбрать кисти, к сожалению, вам опыта не хватит. Чтобы выбрать холст, вам опыта не хватит. То есть для этого действительно вам нужен учитель, вам нужен советчик. Чаще всего в салоне. Девочки, которые продают эти материалы, там текучка в кадрах. И даже если бы не было в этой текучке, на такую работу идут люди не интеллектуальные. И сейчас никого не обученные и прочее прочее. Поэтому они, ну и вообще в них задача укорячить, а не как-то сделать что-то приятное. То есть им нужно продать продукт. Поэтому, если вы в салон пришли, подыщите либо студента, либо художника. Вот вы видите, наверняка, подожди, скажите, помните мне выбрать холст? Ну спросите, не художники ли вы, не студенты ли вы художественные студенты? Ну и студенты часто тоже не знают, что выбрать. Поэтому выбор материалов для вас это самая большая проблема, которую мы, кстати, вам будем помогать решать. Понятно, что я буду на вас зарабатывать в этом смысле. Но для вас это будет по нацелу. Потому что сами вы выбрать материал не можете. Ну отчасти можете, отчасти. Но только отчасти. В магазинах чаще всего нет хороших кистей. Это самая большая проблема в магазинах. Потому что их скупили сначала профессионалы, потом полупрофессионалы. И вам осталось то, что осталось. Холстов стоит много. Многие из них упакованы под пленку. Даже потрогать нельзя, что ты получишь. И тоже. Какой холст покупать, какую зернистость выбрать и тому подобное. Если аналогию, вот так вот, допустим, посмотрели какая. Может быть даже вырезали кусочек. Пришли и смотрят аналогии. Именно внешнего покрытия. Конечно, не внутреннего. Многим хочется, чтобы это был обязательно лен. Потому что, ну это раньше мы не писали. А сейчас ХБ приводит в такое состояние, что он вполне имитирует лен. И самое главное, это покрытие именно лучей. Хотя, можно купить хороший холст вполне. То есть, если вы наткнулись на какую-то фирмочку, пощупали этот холст дома, смотрите, отлично. Вот все те эффекты, которые вы хотели добиться, все они получают. И вы уже просто узнаете, вы не сматриваетесь производителя и покупаете этого производителя. Тогда это, что это очень много холстов хороших, хочу обратить внимание. Рассчитанные, очень много хороших холстов, но они рассчитаны на кисть. И вообще на разные задачи. Бывает такое очень крупное зерно. Ну просто вы не будете знать, что там делать. Вот что делать с этим крупным зерном. Чтобы писать на крупном зерне, надо сначала понять, что вы там будете писать. На мелком зерне, казалось бы, вот такое мелкое зерно прямого. Идеальненькое. Тоже слишком как по пленке, вот этой полиэтиленовой. Тоже, может, вот те задачи, которые вы будете ставить, не совпадают. То есть, среднее зерно холста для вас пока. А дальше уже по мере задач, по мере того, как вы со своими учителями будете выяснять ваши приоритеты, будете выбирать тот холст, который вам удобен. С кистями очень большая проблема, потому что с красками практически проблемы нет. Единственная проблема с красками у новичка, особенно у вас, женщин, это покупка нарядных цветиков. Там столько цветов красивых. И хочется их всех купить, и сразу ими пользоваться. Выдавливаем 50 вариантов цвета. Причем 50 же невозможно выдавить помногу. Вот видите, я выдавил предостаточно. Явно хватит. Если у вас 50 всяких цветиков, по такой куче не выдавишь. И вы выдавите совсем по чуть-чуть, а это чуть-чуть, оно не может участвовать в картине. В картине есть композиция цветовых пятен, в том числе. То есть красный в картине, вот отдельно красный в картине имеет свою композицию. Отдельно синий в картине имеет свою композицию. Когда идет разноцветиться, то нет выраженности ни, допустим, ни однокрасного. То есть этот же, допустим, голубой, хорошо, с голубым попадетом, он же в небе, он же в тени, он же в цвете предметов. То есть есть каркас этого синего, один цвет мы взяли, и этот цвет стал каркасом всей картине. Синим каркасом всей картине. А когда у вас много разноцветится, особенно вот это телесное, вот куплю и прямо сразу, ну, тело же оно только в некоторых местах будет соответствовать тому цвету, который вы выдавили из телесной, неаполитанской, так они, да, красивые цвета, вот в речи. Выдавили, и оно только в трех местах на лице, в такого размера эти места, будет соответствовать этому цвету. А все остальное это смесь, 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 и поэтому в принципе краску эту можно убрать. А если вы хотите воспользоваться только как финишным цветом, то есть в последний момент вы чистыми цветиками можете дополнить картину. А каркасным он быть не может. То есть тем, что мы заквашиваем картину, он не может быть. Поэтому покупка вот этих, вот этой разноцветицы в магазине должна прекратиться. То есть можете иметь все варианты, но у вас должна быть партия красок. И эти краски, слава богу, продаются, эти краски называются очень простым именем, мастер-класс. Я не являюсь дилером. Но лучше этих красок ничего в мире не придумано. Можно быть равными, но лучше не бывает. И слава богу, их производит Питер, поэтому они никогда не прекратятся. И если вы привыкли к каким-то краскам, а потом вдруг с этой страной перестала взаимосвязь быть, и вы привыкли, и вам нужно переходить, привыкать немножко к другим краскам. То есть если вы один раз привыкнут, будете пожизненно иметь отличные краски. В них достаточно, у них прекрасная консистенция, что очень важно для красок, консистенция. И у них хорошее, могучее, вот это цветовое вещество. Оно, если, вот вы, вот клей-класса, он же белый, да? Выдавливают белый, высоко, прозрачно. К сожалению, масса красок будет. Выдавливают желтое. Только смешиваю. А желтости в ней нет. Ты смешиваешь ее с синим, хочешь получить зеленый, а он все синий-синий. Какой-то грязно-зеленый становится, вместо того, чтобы стать зелененьким. Вот, поэтому вот эти краски, мастер-класс. Покупайте на здоровье. И старайтесь обучиться с некой гвардией красок, то есть 5-6 цветов. Выучить взаимоотношения их, как отче наш, а потом уже всякие цветики, приветики. И тогда вот все будет благополучно, когда у вас будет вот эта таблица умножения в голове. То есть это должна быть небольшая, небольшое количество, ну, как вот таблица умножения, небольшое количество цифр. То есть здесь небольшое количество красок. С кистями лучше всего общаться с синтетикой. Опять же, есть всякие наставления книжные, в интернете. И часто предлагается, ну, там предлагается и холст грунтовать. Полное сумасшествие. В наше время грунтовать холст – это полное сумасшествие. Так же, как если бы мы взялись бы толочь краски. Покупали бы минералы, толкли бы краски, не умея рисовать, да? Я просто с иконописью общался, и там многие делают акцент на грунт, на грунтовку доски. Сами в каких-то бедрах варят эти грунты, а потом толкут, сами толкут краску, и кажется, что они приближаются к результату. То есть образ – это совсем не та краска, на самом деле там образ зависит от той графики, которую ты дашь, а не как ты долго будешь напрягаться перед работой. Хотя молитва – само собой. В данном случае и в живописи тоже. От того, что мы будем напрягаться с холстом, а потом бояться в нем совершить поступок, потому что мы же в игре варили этот грунт, или еще как-нибудь, да? Какой там поступок уже на холсте, тихонечко, робенько, где-то отсюда начать, тихонечко продолжать, не тот случай, у всех есть деньги, особенно у вас, на скачей, денег слишком много. Поэтому покупайте холсты и превращайте это в хорошую, широкую, легкую, живописисть. Еще большее деньги. Да? Превращайте это еще большее деньги. Еще большее деньги. А кисти, опять же, в этих наставлениях – щетина. Сейчас практически нет хорошей щетины. Вот что поразило, что в Москве нет в широком ассортименте хорошей кисти. Ну, нет. То есть где-то так медают какие-то кисти. Часто еще женщины покупают кисти по образу и подобию своих косметических. Они очень приятненькие на ощупь, но они совершенно не подходят для масляной живописи. Или подходят для масляной живописи, для умеющих рисовать. То есть для гладкого письма. То есть а-ля академическое письмо, а-ля голландский натюрморт, а-ля столичные антипортреты. То есть да, они бы для этих вещей подошли. Но вы-то тут при чем? Вы при чем при густой живописи пока? При такой набросковой живописи. Вот как импрессионизм, это феномен наброска, да? То есть как бы недописанность. Недописанность стала импрессионизмом. Набросковой письма стала импрессионизмом. Вот так же и вы вырезать форму вы не можете. Вы не знаете, слишком много там нужно, слишком много нужно союзности головы и руки, чтобы вырезанность имела в вашем случае смысл. То есть это все-таки набранный опыт. Этот опыт вы будете подбирать, пока вы будете писать готовые картины, полноценные картины. Вы будете приобретать опыт. И внимание будет ваше крепкое. Но на первом этапе, как подобные кисти, для подобной живописи вам не нужны, вам нечего иметь делать. Поэтому для вас. А щетины хорошей нет. Но есть прекрасная синтетика, имитирующая щетину идеально. Причем даже часто получше, чем щетина. И вопрос в выборе именно синтетики. Синтетика более вынослива и так далее. Поэтому она не лезет, почем зря. Вот щетина, если кто-нибудь пользовался часто, кисточка и лезет, и лезет, и лезет. А иногда прямо сейчас много производителей, которые по виду листь красавица, только начинаешь пользоваться. Кряпка и вытер вместе с форсом. А то есть железка? Ну, железка спадает, к сожалению, вот те кисти, которыми я пользуюсь. У меня здесь тоже барахлит, особенно в крупных кистях она барахлит, шатается. Поэтому скотч и придавил. Ну, можно плоскогубцами надавить, чтобы она зажала. Ну, и это не хватает, пока ты не работаешь, она все-таки разбалтывается. Поэтому скотч и она уже держится. К сожалению, все они не учитывают. То есть они слишком неглубоко зашли этим древком. Прижали. Для продажи прекрасно. Но вот именно вот эти вот кисти я рекомендую. Вот, если будете встречаться с ними. Там где-то сейчас новые. Где-то, если будете с ними встречаться, покупайте много. А что написано? Некий колос написано. Милк. У нее длинный ворс хороший. У нее вот этот вот форум. Длинный ворс. Хорошо бы, чтобы был. Хорошо бы, чтобы плотность кисти была достаточная. Бывают такие худосочные. Кудосочная плотность, что она вещества не может взять с палитры. То есть, ну вот, кисть как бы идеальная. Вы, в принципе, можете даже купить по одному образцу. У меня просто, чтобы узнать, с чем вам нужно сталкиваться. Либо покупаем такие же, допустим. Либо покупаем аналогии. То есть, бывает кисти других производителей, которые очень похожи на вот это по качеству. А это кто производит? Ну вот я же говорю, там какие-то слова написаны. А, ну то есть, производители неизвестны. Колос, Милк. Вроде Китай. Ну, как бы, хороший Китай. Так, мы сейчас уже более практически подойдем к вопросу о цветочках. В том смысле, что есть проблема. То есть, вот еще один момент. Значит, если мы хотим, ну вот душа у нас лежит, цвета. То выяснить проблему цветочного натюрморта. То есть, натюрморт, где главное действующее лицо цветы. Выяснить эту проблему для себя, в принципе, очень легко. То есть, если мы все темы хотим освоить, конечно, перегрузка будет высокая. И информация из цветочного будет вылетать. То есть, у нас будет много мелкой информации, и не будет насыщен главный выбор наш. Поэтому, если вы хотите быстро прорваться к результату техническому и интеллектуальному вопросах, допустим, цветов, то надо сосредоточиться на цветах. Грубо говоря, на 20 картин сосредоточиться. Если вы хотите портрет, то сосредоточиться на портрете на 20 картин. На пейзаже, если вы хотите пейзаж. Выяснить для себя. И даже, может быть, стоит именно так и поступить. Выбрать для себя тему, любименькую, и стать в ней специалистом быстро. А потом уже прибавлять остальное, имея вот этот фундамент. Так же, как гвардия красок дает фундамент, палитры в работе со смешением красок. Так же и здесь надо что-то выбрать. Желательно что-то выбрать, чтобы не рассеивалось сознание. Потому что потом забудете, что там главное, что тут главное, на чем сосредоточиться в этом или в том. Поэтому, если тема цветов для вас очень актуальна, а для женщин это тема для очень многих актуальна, то стоит над ней поработать цельно, не распыляясь. Так, я говорю, что стоит. Это можно и не делать, но стоит поработать цельно. Выяснить для себя эту тему, и потом уже новые темы прибавлять, прибавлять, прибавлять. Обычно все-таки на уроках люди пробуют себя в разных жанрах и 50 раз пишут. Но часто все-таки где-то к 50 уроку человек уже выбрал какую-то стезю. Чаще всего, как ни странно, тему нюм. В основном все уходит почему-то в тему нюм. Может быть потому, что эта тема пикантна, что она волнует больше. Но некоторые застревают, вернее уходят в цветочки, кто-то в пейзажики. Ну вот, когда речь идет о цветочках, ее, эту тему, надо осмыслить. Вот я когда в предыдущих семинарах говорил, что если заниматься портретом, то стоит выучить несколько ракурсов портретных. Прямо выучить. Сделать копию. Допустим, джакон. Это один из основополагающих ракурсов, которые используются художниками в портрете. Ракурс и освещенность ракурса. Есть другие портреты, где есть уже другая освещенность и другой ракурс. То есть выучить их, сделать копию, сделать на память. Потом это же, чтобы модель освещенности прямо вошла в сознание. Тогда уже и другие задачи портретные тоже будут уже с пониманием предыдущей. Другие освещенности уже будут иметь фундамент под собой. То же самое и когда мы работаем с цветами. Часто даже поставить натюрморт человек не может. Он просто не знает, как поставить цветочный натюрморт. Часто совершают ошибки в освещенности, в написании формы. То есть когда видно сразу, что не уехал, не знает ничего. Вот у вас не должно быть этого незнания. Это незнание мы сейчас немножечко будем разгребать. На что обратить внимание, когда речь идет о натюрморке с цветами. Ну в данном случае букет цветов в базе. То есть с цветами в этом смысле, конечно, намного проще. Есть сейчас в наше время много идей написания цветов, скажем, гигантских картин, где крупный цветок на весь формат. Звучит безупречно. Новичок справляется легко. Пара уроков и все. И человек знает, как это писать. Вот эти крупные портретные задачи цветов. Вот этот цветок на весь формат. Крупный. От края и до края. Большого холста цветов. Их очень легко писать. Надо увидеть как. Но это очень легкая задача. Вот те проблемы с формой, которые возникают в формате натуральной величины, в большом рассеиваются очень легко. То есть здесь мы не можем, потому что мы не привыкли работать с формой. А на большом, от того, что площади большие, эти вот перегивы формы большие, справляемся. И многие девочки просто чудеса творяют. Пишут эти большие картины. Покупаются эти картины на ура. Слово сказать. Ну и вообще, когда женщина пишет цветы, это тоже всегда красиво. Вот. Но сейчас не о больших цветах. С большими цветами очень просто. Значит, несколько уроков у меня. И пишем. А здесь надо понять основной алгоритм, классический алгоритм, то есть опять же нам нужен фундамент, классический алгоритм работы с букетом. То есть классики выработали схему, по которой все это штампуется до сих пор, все это в этом ключе пишется. И мы должны знать, чтобы чуть что не совершать тех ошибок, за которые нам будет стыдно перед коллегами в фоновом цепи. Хотя, опять же, мы с ними не заедем. Ну, понятно, что нужно фоновое пятно. Всегда лучше набрать сначала полное пятно, фоновое пятно, полное пятно. А потом уже вписывать содержание. Ни в коем случае не стоит. Сначала нарисовать цветочек один, второй, третий. Вот мы порисовали все цветочки, порисовали, порисовали, пушинчик нарисовали. А потом начинаем обкрашивать. Что так, как правило, поступают все. И какая здесь проблема? Здесь нет связки фона с цветком. Одним цветком, вторым, третьим. Молодуша – это изнурительный труд. Каждый цветок отдельно нарисовать. Так еще и нет связки. То есть нет вот этого общего пространства. Поэтому набрали фоновое пятно. Мы сейчас это сделаем. Ну, допустим, я кидаю жидкость белинцам. Как правило, фоновые пятна в классическом натюрморке темняют. Разбавитель. А как лучше? Любой разбавитель. Любой разбавитель из тех, которые продаются в магазинах. Краска стала, она перестала быть активной. Она прилипла к холсту. И может даже через два часа вот эти вот пятна даже могут и высохнуть. Вот некоторые пятна, особенно коричневатые, могут даже высохнуть. Ну, через три часа, а не через два. Настолько маленький слой. И это дает возможность сверху на этот слой работать новым слоем. То есть, как бы, перебить его. А масло даст возбуждение краски на несколько дней. В данном случае, вы видите, я даю пачку укол. Коричневыми, голубоватыми, желтоватыми, беленьким. Можно ускорить. Нет. Вы multimedia. Нет. Нет. Первое, о чем я думаю, это надо просто избавиться от белого, чтобы он не перелет. Нет, пока ты из ума. Просто избавляюсь от белого, потому что здесь у меня пока маловато. Здесь достаточно, а там маловато. Поэтому я чуть-чуть добавлю еще. Нет, 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 пока это без ума. Просто избавляюсь от белого. С умом здесь количество влаги. То есть оно, вы видите, довольно большое количество изошло разбавителя, да? Конечно, хорошо было бы, чтобы не все было слишком однородным. То есть, чтобы где-то мигнул темнотой синим, синим, а может быть светлотой синим мигнул. Где-то мигнул коричневый. Где-то, может быть, красненьку даже подсунуть. Желтиночка. Опять же, если синим мигнул здесь, хорошо бы его поддержать где-нибудь здесь, например. Чтоб композиционно уравновить. Если красный мигнул, допустим, в этой стороне картине, то хорошо бы где-нибудь, хотя бы маленький вот куточек мигнуть здесь. Ну, желтый там где-то помигал. Коричневый он, в данную очередь видите, как каркасный цвет он. Чтобы вкусненько сделать плановое пятно, когда краски уже достаточно, можно, например, расстриховать на стихе. Крюк, который я сейчас сам недавно на него наткнулся. Все, кто пробует его, даже из художников, мне говорят, слушай, я как бы видел, как ты это делаешь, я стал тоже делать, говорит, класс. Просто быстро. То есть даже художники, кто-то подсмотрели, рисовали себе, рисовали кистью, фоновое пятно, со всеми какими-то академическими премудростями. Причем вот это святое, которое на холсте, то есть нужно, такой рисок краски нужно, чтобы буквально было что-то нет. Потому что вот здесь, видите, мало. То есть туда нужно как бы дополнить краску. Вот здесь, видите, маловато, суховато. То есть такие места стоит подбросить краски. Причем плюс берила. Берила дает вещество обильно. Плюс влага. То есть, чтобы мастихину буквально было что горит. Часто, ну вот даже была такая притча о художнике есть. Привела мамочка свое дитя, научить его рисовать. Я очень прошу вас. Он будет вам толочь краски, он будет вам фон красить. Вы знаете, фон до сих пор не научился писать. Дело в том, что фоновое пятно, несмотря на свою простоту, требует какого-то решения. Это не должно быть просто выкрашенное что-то. Это должно быть что-то живое. Эффект пространства, организованности пространства. То есть, глядя на вот это пустое фоновое пятно, человек все-таки должен хоть что-то угадывать. В данном случае, вот такой укладка краски дает эффекты организованности пятна. Опять же, даже художники подглядели этот способ и тоже стали у себя использовать. Здесь, допустим, у нас лежачая плоскость. Мы можем нарочито выразить ее лежачей. Горизонтальные укладочки. Правда? То есть, если здесь у нас укладочка в разные стороны. Причем вот эта слякоть, которая организуется на краях, ее либо придавить, либо даже оставить с каким-то... Даже вот эти слякотьи иногда вкусненько звучат. То есть, их даже можно оставлять. Мастихин, когда долго в употреблении, они заостряются и можно порезать палец. В общем, до первой крови. Поэтому иногда до первой крови. Потом стоит заменить мастихин, потому что будет резать очень часто. Или палец, да? Мастихин. Так что, несмотря на то, что по идее мастихин вечер... Давайте. Отлично. Разготовился, знал, куда шел. Опасные предметы. Пластыри набрал. Чем мы как-то срисовали все ваши приезды? А, вы кидали на всех мастер-пазах. Опасные жизни оказывались. А мы как доверчиво брали ваши мастихины в руки. Месяца подряд. Вот оно что. Действительно. Именно когда много. Посмотрите, сколько у меня мастихин поет. Он бесконечно поет. Затачивается. А затупить можно? А затупить можно? Не, можно. Сколько я зарезала, сколько пей. Ну да, просто шкурочка. Действительно. Поскольку вот такие проблемы возникли, то действительно стоит немножечко... Он все равно уже утончился, он опять очень быстро заточится. Потому что он стал просто слишком тонким. Использовать уже по-другому. Можно его посадить по берегу. Все хорошо. А, все равно тонкость уже наступила, и он очень быстро заточится. Металл, но все-таки он не очень перед человеком. Угу. Так, хорошо. Значит, плоскость, на которой это все будет происходить, можно сразу обозначить как некое освещенное пятно. Обычно самый лучший способ, когда свет заходит отсюда, то есть вообще взгляд зрителя, заходит в картину с левой стороны. Науку этому не следовало. Взгляд заходит по вот такой траектории, и наша задача здесь этот взгляд поймать и закрутить в центре. То есть чтобы человек крутился и рассматривал то, что мы ему предложили к рассматриванию. Поэтому периферия у нас, как правило, недописанная, недосказанная, а центр звучит. И когда источник света отсюда, так отсюда, то у нас выявляется, желательно выявлять вот эту часть, а здесь чем-то притормозить. Чтобы заставить взгляд вот сюда закрутиться. А притормозить мы как раз можем тенью. То есть свет зашел сюда, рассмотрел предметы, а тень его закрутила, взгляд закрутила к центру. То есть источник света отсюда и для портрета, и для самой предпочтительной. Хотя в качестве эксперимента художники уже как только не освещали. Сейчас самое вкусное освещение, которое звучит в современной живописи, это свет оттуда, с той стороны. Контражур, свет контражурный. Какая здесь вот работа в грязь мы сделали, я ваши картины смотрела, они трехмерные, и почему-то все светят изнутри. Грязи никакой там нет. Скажи картину, которую я видела. Ну во-первых, там есть экран. На самом деле живопись очень вкусно звучит, конечно, на экране. А когда к ней приближаешься, она кажется иногда сермягной. Но потом вдруг понимаешь, что в этой сермяге есть особое звучание. Это не грязное пятно, это просто фоновое пятно. Оно должно быть никаким, оно должно быть грязцой, чтобы цвет цветочков на них прозвучал. Потому что если оно будет сильно чистенькое по цвету, цветы потухнут. Некое грязца. Поэтому брошено 3-4 цвета, чтобы создать эту мухную, никакую. Но это не грязь. Грязь, вот это, вот это уже грязь. То есть это грязный цвет. Вот если долго перемешивать вот это, и добавить еще белил, тогда будет нарочитая грязь. То есть цвет будет невкусным. Но в этом состоянии, сколько бы мы ни гоняли, если не добавим белил, то все равно грязи не будет. Но грязь, потом вы начнете различать разницу, когда вы просто начнете сравнивать. Есть грязца. И у художников даже есть такая фраза, чем больше грязи, тем больше связи. То есть когда есть колорит картин, есть как бы вот это связующее все. Единородность? Да. Атмосфера. Да, единородность. Не однородность, а единородность. Значит, мы чуть-чуть подразумеваем свет оттуда. Поскольку задник – это некое пространство, то оно мутно, как некое небо. Мутно и мерцательно. Поскольку плоскость, на которой будет что-то стоять, она здесь, вблизи, то свет и ее эту плоскость выберем. И мы немножечко в горизонтале запустим. Мы показываем, поскольку это горизонтальная плоскость, на которой кто-то будет стоять, мы показываем ее более освещенной. Вот как бы первые шаги в натюрморте, который мы делаем. Перед нами букет, но мы цветов пока не видим. Здесь мы их не показываем ни себе. То есть мы пишем пространство, пишем плоскость, на которой это будет стоять. Как правило, цветы облеплены листьями. Зеленый мы добываем из голубого и желтого. Плюс коричневый – появляется глубокий цвет для зелени. То в пользу синего, то в пользу коричневого могут быть варианты зеленого. То в пользу желтого. То в пользу желтого и коричневого будут такие тепленькие варианты зеленого. Еще коричневого, еще такие. Ахристкие варианты зеленого. Вот эти варианты зеленого мы набрасываем на холст в тех местах, где у нас какие-то зеленые. То есть сначала мы пишем то, что сзади, потом то, что вблизи. Сзади фоновое пятно, потом сзади листва, а потом уже сверху где-то уже на нас смотрят сами цветки. Поэтому в этой последовательности мы набрасываем. Где-то у нас мигнул синий, где-то мигнул коричневый, но в принципе некий зеленый. Даже если мы хотим сделать гладкую живопись, вот этот набор мы можем осуществить прямо как натального стихина. Единственное, что подмечаем те листики, которые там участвуют. Как правило, листья повисли, вот они размахнулись и повисли. Цветы больше выстроились. И вот эту размашистую листью мы набрасываем. Как правило, листья крупные, нависли, тяжелые. Листья тоненькие и всякие там травиночки. Торчалочки листьев, есть разные цветы с разными листиками. Вот они, примерно в такой траектории. Очень часто новички заполняют вот эти два пространства. Не надо этого делать. Это вообще не для выписывания. Все внимание должно быть на центр. Мало того, есть вот понятие вот этих диагоналей. То есть по этим диагоналям, или общая диагональ, или диагональ верхнего квадрата, по этим диагоналям можно подкладывать что-нибудь на отсчета. То есть буквально прямо по диагонали. Но тоже не симметрично, а неким образом подразумевая, что средняя линия вот этих пятен идет по диагонали. Это хороший трюк композиционный. Он сковывает внимание зрителя на центре. Именно вот этот диагональ. И так у нас там торчит, здесь повисло, здесь у нас какой-то кувшин. Обычно эти кувшины имеют какой-то цвет. Ну, что-то там под рукой было, я цапнул с собой. Вы видите освещенную плоскость. Вы видите зеленый каракас у цветов. Ну и сам кувшин. Кувшин. Ну вот когда это что-то кругленькое. Часто бывают стеклянные кувшины. Всякие сосудики, стаканчики, сосудики. Стекло очень веселая штука. Это муть, увенчанная бликом. Поэтому, если мы, допустим, рисуем что-то стеклянное, как правило, это ноги цветов. Они торчат туда. Вот этот пук цветов собранный. Там листики какие-то. Это форма какая-то. Тяжеловатая зеленая масса стеклянная внизу. Муть. Где-то может... Там же у нас источник света отсюда, да? Где-то может быть мерцнуть на самом стекле. Чуть-чуть мерцнуть свет. Чуть-чуть мерцают рефлексы какие-то. То есть свет прошел насквозь, ударился, и высветил вот ту площадочку. И блик. Обычно стекло выглядит примерно так. То есть муть, увенчанная бликом. Часто еще видна верхняя горловинка сосуда. Можно эти ноги усиливать. Их звучание. То есть это когда речь идет о стекле. Но чаще всего это лазон в классическом таком. Поэтому имеет собственный цвет. И часто он круглый. Круглые переметы новичок очень трудно берет. Поэтому рекомендую вот этим натиранием воспользоваться. Штрихованием буквально. Штрихованием, конечно же, по форме цилиндра. То есть по форме цилиндра. То есть больше вот в таком ключе. Смотрите, у нас какой инструмент. Здесь палец, который легко краску, если надо, подвигает. И у нас высветлена, допустим, вот эта часть. То есть не кистью пытаться добиться. Мы сразу лишнюю краску кистью положим. Которая будет с трудом давать красивую растяжку. А нам нужна красивая растяжка круглого предмета. Как правило, здесь обычно все-таки кругловатые предметы. Вот таким растиранием мы довольно сподручно добиваемся круглостей. Действительно, это очень большая проблема для новичка добиться кистью круглого предмета. Мастихи своими вот этими затирочками довольно удобно это делают. Ну и в центре увенчано это бликом. Это может быть блик, имеющий форму. Может быть очень звонкий блик. Или не очень звонкий. Но это бличок. Как правило, здесь, как у круглых предметов, как у шарообразных предметов, самая сильная темность у шарообразных предметов, это вот здесь, на линии перегиба света и тени. Ночь особенно темна перед рассветом, и здесь, соответственно, у нас перед рассветом самое темное тенистое место. А здесь, как правило, рефлекс от светлой плоскости, от светлой плоскости, сюда. Как правило, этот рефлекс имеет цвет той плоскости, на которой находится. То есть он чуть светлее. Он не равен свету. Он только отражение света. Вот светлой плоскости. У этого предмета обязательно, поскольку свет упал, есть тень. Как правило, не параллельно, а туда. То есть мы же отсюда освещение имеем. И теневая упала чуть туда, вдаль. Чуть вдаль. Вбок и вдаль. Если, значит, блик у нас никогда не здесь. Только при контражурном освещении, с той стороны. А при нормальном, таком классическом освещении, блик никогда не загоняйте в угол. Не загоняйте сюда в угол. Пусть он будет где-то отступив от угла. То есть мы рисуем идею шара. Чтобы выразить шар, блик должен жить где-то в этом месте. Соответственно, тень должна пойти туда. Чуть-чуть вглубь. Как правило, есть вот эта плоскость. Вот уже подсохла, поэтому я... Блин, прихватилась краска. Поэтому я добавлю вещества. То есть это очень частая плоскость натюрморта вообще и натюрморта в цветочном участке. И так у нас обозначена плоскость уходящая. Причем, вы видите, я ее нарочито штриховал по высоте. Прямо нарочито. Чтобы показать, что она ушла туда. Эту я нарочито штриховал. Набирал даже. Штриховал. А набирал по горизонтали. Чтобы показать, что плоскость лежит. Там уходит. Эта лежит. Как правило, вот здесь немножечко темно. В месте касания кувшина к плоскости. То есть там теневая залегла. И теневая ушла и растворилась туда. Причем эта теневая мутненькая, но жесткая. Особенно у основания этой тени. У начала тени. Вот она вот здесь. Такое впечатление, что она буквально линией очерчена. Если вы видите, то есть такое ощущение. Вот здесь внутри она уже немножко прозрачная. А здесь такое впечатление, что она линией очерчена. Это хорошие трюки, говорящие о знании художникам основы. Это вот все не хитрые вещи. Просто их надо учитывать. Помните о них. Еще раз смотрите. Аж почти что линейка. А дальше она все чуть-чуть подрастворилась. И может быть даже совсем ушло на нет. Часто даже художники вот здесь не делают внятную линию. То есть оно срастворилось. Подверженная рефлексом круглость ухода вот этого. Извините. Плюс вот эта теневая. Они там немножко даже сразились. То есть весь акцент на вот эту линию тени. И конечно же на вот это закругление. А это как бы потерялось, растворилось. Свет немножко виден из-под теневой части кувшина. Прямо легенький намек на свет. Иногда и даже очень часто. Все художники обожают из-под теневой части кувшина. Поэтому вот даже может быть чуть-чуть усилен. Из-под теневой свет дает ощущение пространства. Сразу ясный уход этого пространства. Это же пространство должно прозвучать и с теневой стороны. То есть здесь у нас будет свет. А здесь из-под теневой выйдет намек на свет. То есть мы отсветлим теневую. Трюк который тоже дает усиление пространства. Но прежде чем мы это усветлить, мы сначала здесь хоть немножко тенем света. Чтобы это было естественно звучало. Допустим мы вот набрали некий намек на зелень. Некий намек на плоскости. Некий намек на кувшин. Теперь у нас какие-то там цветочки. Как правило где-то в центре. Что-нибудь важное. Не здесь размещать какие-то мелкие цветочки, которые прилично было бы там далеко. Ну периферии где-то. А вот здесь освещенный. Какой-то красиво смоделированный, удачный цветок. Вот здесь цветок чуть удачный, чуть меньше. А здесь вот красавец какой-нибудь. Конечно ему вот надо быть в районе этого пересечения. Может быть с легким смещением сюда, поскольку сюда смещен свет. Здесь что-то главное. Может быть по соседству еще кто-то. Почти главное. То есть мы набирая такие просто обозначения себе, уже видим место будущих цветков. То есть мы не рисунок обкрашиваем, как бедненькие. А мы все разумно раздаем, раздаем, обозначаем. Тут может быть какой-то цветок, который уже никнет. Здесь какие-то у нас цветочки могут быть. Мелкие, конечно, обозначать нет смысла. В основном все-таки крупные. Мелкие уже так понадобятся. Когда мы, допустим, это сделали, у нас какие-то есть цветовые. Например, в этих букетах есть крупные пионы. Ну, в основном пионы. А здесь, кроме пионов, розы. И какие-то маленькие по пельдень. Теперь, когда мы вытерли красочку, мы очень легко можем наполнить чистым, практически чистым цветом. Обратите внимание, что палец... Можно такую вкуснятину положить кистью. Я думаю, что вы, кто пользовался кистью, помнят, что вот так цветок кистью легко набросить невозможно. Вы видите, как легко с этим справился палец. А тут, допустим, белый пиончик. А тут, допустим, белый пиончик. Может быть, я беру на каждом месте и желтый пиончик. Часть цветов будут смотреть в фаз. Прямо на нас. Вот этот уже хочет смотреть туда. И вот почему. Мы создаем идею шара. У нас идея шара здесь. И у нас идея шара вот здесь. Здесь свет, с этой стороны, вот по той же траектории, теневая. И дальше, по идее, рефлексы, но поскольку это, скорее всего, будут цветы, цветочки, то они из-за своего цвета вот эту идею рефлекса шара немножко погасят. Но ее все-таки чуть-чуть надо подразумевать. Идею рефлекса в этом месте. То есть, самое темное вот здесь подразумевать. Поэтому, если здесь встречается глубина букета, значит, дать такой темности, чтобы вот эта линия темная выразилась. Если там лепесточек какой-то хорошо темен, на том букете, на котором мы рисуем, мы же с какого-то материала рисуем, мы понатыкали цветов, то если там какой-то лепесточек темный, то прямо выразить его темность, потому что он на вот этой вот линии находится. Ну и плюс какие-то мелочевочки. Возможно, там не обязательно пальцем, можно ли кистью, можно мастихином чуть-чуть понабросать. Там у нас с той стороны теневые места. То есть, если у нас существует красный цветок, то хорошо бы, чтобы его поддержал кто-нибудь из этой стороны. Эту красноту поддержать из этой стороны. Допустим, там, смотрит туда, куда-то. Может быть, даже наклонился, наклонился. Может, наклонился в ту сторону, ту. Может быть, этот наклонился в ту сторону. И может быть, тоже розовый. То есть, мы формируем идею композиции пятен. Причем, он не будет равен по светлости вот этому петлу центральному. Он немножко на периферии. Где-то в него вмазался тоновой цвет. И это делает его, как бы, немножко уходящим туда. А здесь вся яркость будет. Тот и вовсе в тени. Этот не в тени, но как бы на периферии светло. То есть, он такой, яденький. А здесь, здесь самая светлая, освещенная часть шахты. Здесь живет и светленькости зеленого. И тоже, прежде чем вы возьметесь за кисть, которая обязательно начнет набрасывать лишнюю краску. Вы, прежде чем позволите кисти нарушить вам что-то, можете пальцы понабирать. Какие-то листья могут заслонять вот тот цветок такой. Именно для того, чтобы показать, что он туда сможет. Так же и где-то здесь. Уходим от таких симметрий. То есть, вот сейчас нечаянно произошла симметрия. Уходим от нее. То есть, либо цветок у нас станет повыше, либо тут будем два цветка, либо все-таки взять его и переделить. Этот повыше, этот по ним. То есть, симметрий избегаем максимально. Значит, в углы не упираемся ничем важным. Единственное, что подразумеваем линии диагональными. Для того, чтобы вот этими линиями загнать, загнать к вниманию зрителя к цене. Эти же линии есть где-то здесь. Поэтому и приблизительно на этих линиях тоже что-то может быть обозначено. Нарочито обозначено вдоль этих линий. Чтобы опять тут композиционный трюк совершил. Вгонять зрителя в пересечении. Что-то крупное может быть здесь. Что-то мелкое. Опять же, асимметрия. Белые цветочки в тени. Это у нас уже власть тени. Либо скользящий свет. Скользящий уже свет. Скользящий свет. Поэтому, например, белый цветок здесь уже не вполне белый. И тоже уже не смотрит в фаз. Смотрит чуть-чуть. В три четверти в профилер. После того, как мы общую кануну наметили, мы можем... Кстати, можно кисть. Вполне. Значит, вот это любимый трюк художников. Световая из-под теневой. Можно осуществить. В данном случае, вы видите, такой берильный мотив. Один художник писал. Штампинг примерно одинаковый. Взял голубизну. Немножко разбелил. Немножко добавил. Разрезный, чтобы он не был скучно голубой. И из-под теневой. Штриховал чуть-чуть. Светим. Появился эффект пространства? Я думаю, что есть вот это вот ощущение, да? То есть источник света. Падал сюда. Но там некая плоскость. Может быть это драпировка, может еще что-то. То есть свет зашел сюда, ударился сюда. Но за букетом. Вот есть тень, которая пошла сюда. А есть та часть. Вот с той стороны он тоже шел в конфет. Ну, ударился, сюда и высыплю. То есть логика вещей здесь есть. И даже фотограф это делает. Просто многие фотографы не знают этого трюка. И это видно сразу. Чтобы было бы у него немножко художественное образование, он бы это сделал и было бы еще красивее. В наше время этот трюк используется художниками не всегда. То есть импровизация на эту тему происходит очень часто. То есть не используется классический вот этот трюк. Но там используются другие какие-то классические узнаваемые вещи. И ты сразу видишь, что работал профессионал. Ну, чтобы мы работали тоже как профессионалы, мы должны помнить, что какие-то вообще основополагающие вещи в букете должны быть. Шарам – образность букета. Освещённость – грамотная шара. Свет из-под теневой. Обозначение – внятное обозначение плоскостей. Внятное обозначение плоскости. Не каша, а плоскость – плоскость. Плоскость или не плоскость, а пространство занятое. Когда вот на эти тёмности потом выходят какие-то лепесточки, как правило, это очень красиво. То есть вот когда эта теневая снабжена потом, может быть, таким-то крупным листом одного цвета. может быть, у него даже там ножка. Вы видите, краска очень подвергнута. То есть её можно моделировать и пальцем, и рукой. И особенно важно сейчас не перебрать краски, чтобы мочь ещё это всё разрабатывать. Потому что как только мы переберём краски, дорисовывание, выявление формы становится большой проблемой. Палец растирки мастихин не дает перенаварить краски. Опять же, вот эту темноту можно подсечь. Этой темноты, которая должна пройти вот по этой именно шар, можно подсечь какой-то главный цветок. в глубину дать. Но не значит, что мы уже совсем шар рисуем, поэтому где-то здесь мигают и светленькие, освещенненькие листья. Но более освещенные листья, самые освещенные листья, конечно, должны быть где-то вот здесь встретиться. Вот здесь. И вот у нас всё больше выражается форма шара. Опять же, когда это с натуры пишется, и когда мы сразу поставили букет, правильно осветили, это всё очень наглядно. Сейчас я делаю некий произвол, просто саму схему. Ну вот, допустим, мы понабирали, понабирали. Теперь же уже, в принципе, можно вырисовывать. И, конечно, здесь мы можем взять и кисть, но лучше, вот я когда портрет мы делали, тоже наставил на том, чтобы до самого последнего момента пользоваться пальцами. Потому что пальца достаточно, чтобы делать лепестки практически любых цветов, кроме самых маленьких, которые и то, вы видели, были брошены пальцами. Но палец даёт возможность контролировать количество краски на самом сердце. Контролируем. Мало того, он ещё и прекрасно моделирует. Кисть обязательно смешалась, дала бы смешение этой краски с этой, если бы мы её погнали туда. Либо положить надо было бы очень густой мазок, мягкий густой мазок кисти. Который уже практически должен там и остаться. И ничего другого там. Потому что густота, которую мы уже не сможем моделировать. А здесь мы ещё ничего толком не положим. Уже разрабатываем форму. То есть уже у нас и цвет есть, и форма формируется, и ничего лишнего. Вот я бы хотел, что, когда я сейчас на перерывчик пойду, чтобы вы ощупали количество краски. Здесь количество краски играет очень важную роль. И, соответственно, здесь освещенные места. Пионы вообще обожают работу пальцами. То есть у нас пальцы прямо под размер. Пионы. Пионы. Пионы выходишь. Лепестков. 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 Это у вас. Нет. 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 Вот здесь валанятся. Валанятся какие-то. Мелкие какие-то. Вот на светлых партиях Если мы уже видим Складывается все хорошо Можем чуть-чуть повторить А в теневых Скажем все Если у нас не складывается То биться здесь бессмысленно Снимается И приступается заново Вплоть до того, что У нас там грязновато в цвете Еще подтер Возможно фановые пятна Слишком поучаствовали в цвете Опять подтер И опять начали А это зачем? А это почему? Нет, если бы Там было бы невкусно Смоделированное Это не значит, что надо надаптывать И надаптывать туда краски Сбрили Стерли И приступили еще раз Потому что именно на первом этапе Укладки Самое вкусное может произойти Когда там краски много Когда там уже опыт неудач возник Начинаются проблемы Мы уже с трудом улучшаем А на первом вот этим Первом баллоне На первом пиру Это самое вкусненькое И организуем Обязательно блюдем Чтобы была Свет тень И на Малых формах Это же тоже шарик Ну или близкий к шару предмет Правда? И здесь у нас Вы видите Теневая Световая Тот же Та же идея И если мы не учитываем этого И к сожалению У новичков это Очень большая проблема Отличить свет от тени Внятно Первоначально Отбрасываем теневую От световой Внятно И работаем уже После внятного Разпримечения Внутри Световой Как световой И внутри теневой Как теневой Подразумевая Что это Не равно Этому Все время Потому что Когда мы увидели Здесь Светится Лепесточек И мы сразу В полную силу Он там Может светиться Может Так же как свет Прошел насквозь И там Светло Он может Но вообще-то Не там ему Место Восстокому светлому Там место Тихому Светлому Тихому А мощному Светлому Место Вот здесь Зная Эту Мы туда В ту меру Не дадим Хотя Возможны Нюансы Нюансы И в одних Случаях Можно было бы И ударить То есть Все что Тут в тени Сохраняет Некий Сумрачный Вид Видите Да То есть Здесь Свет А здесь Тень Тень А вот этот Рубляшок Свет То же самое И С темненькими Цветочками Ну кстати Вот здесь Два фартушка У пиона Можно прямо Отсюда Вот если Кому будет Интересно Сейчас Опять же Сбрели Вытерли И прям Попробуйте Смоделировать Вот этот Цветок Но все Подойдите И ощупайте Ощупайте Количество Краски Количество Краски Количество Подойдите Прямо пальцем Сколько Этой краски Сколько Краски По наоборот Пощупайте Растирочки Ну я знаю Что некоторые Из вас Уже были На уроках Поэтому Щупали Подобные Вещи Но Тем не менее Может быть Кто-то Не обратил Внимание Кто захочет Погуляйте По Периферии То есть Буквально Порисуйте Пощупайте Это все Я покурил Потом еще Не скажу Что-нибудь Мы не брежные Мы стихи Совершенно Не прилагаем Никаких Песня Берем И класс Не лечит Просто Открытым Текстом Не ухожется Будем лечить Если оно Поддается Конечно Лечить То Может Больные Не Не Только Опыт Не Только Опыт Здесь Достаточно Небольшой Опыт Но Правильный Патрон Я как раз Об этом Согласен Высказаться Поэтому Ну Я кроме Этого Хотел еще Высказать Другую Вещь Вот Мы как раз Чай пили И Зашел Разговор О том Зачем Люди Приходят К этой Живописи Что Им от нее Надо То есть Мы все Устаем Быть Только Потребителями Рано Или Поздно Становится Уже Тошно Только Потреблять Становится Тошно А Не Потреблять Не Быть Просто Элементарным Потребителем Как-то Не Хватает Собственного Собственной Фантазии Выйти Из Этого И Конечно Ж Вот Эти Вот Игры С искусствами Они Конечно Нас Немножечко Сбивают А Многих И сильно Сбивают С этого Потребительского Скучного Пути Салдафонского Да От которого Нет ощущения Полноты Жизни Полнота Жизни У человека Появляется В трех Вещах Проявляется То есть Когда он Любит Когда он Творит И От словесности Нашей То есть Это то что У нас То что У нас Образ Божий Поэтому Когда У нас Ну Словотворчество Это и так Мы целыми Днями заняты И конечно Те кто любит Словотворчество У них Еще больше Вы знаете Как можно Посмеяться Просто От удовольствия Сложенных слов Вот И А Любить Трудновато Это Тоже Наверное Знаете Но Занятие Искусством А в данном случае Как раз Таким вот Искусством Которое Прямо Самое Сердце Музицировать Чуть Труднее Надо Других Напрягать Своим Шумом То есть Здесь Ты никого Не напрягаешь Не застав А Да Да И Когда Мы занимаемся Творчеством Мы Сразу Чувствуем Недосухость Души Если Мы Не дуем И Если И Чем Больше Мы Нуждаемся В творческом Проявлении Тем Больше Мы Нуждаемся Во Влажности Души Через Переживания Любовные То есть Любовные Переживания Наполняют Душу Это Дает Возможность Творения Возможность Творения Дает Дает Раскрывает Еще Душу Для Любви Поэтому Разговор О Любви В Творчестве Через Творчество Любви Через Любовь В Творчество Это Листочки Это Одно Из Другого Одно Для Другого И Одно Другого Это Я К тому Опять Часто Пример Тех Художников Которых Мы Видим На Улице Не Является Правильным Потому Что Часто Это Люди Которые Свою Жизнь Как Художники Оказались Несостоятельными Именно Потому Что Они Прирокили Свою Творчество В Обычное Ремесло На Продажку Хотя Мы Все Продаем Это Постоянно Учитываем Но Тем Не Менее Когда Мы Упрощаем Свою Жизнь До Верни Сажа Это Но Это Не Пример Это Одна Сотая От Нас Художников На Них Смотреть Ориентироваться Пьют Многие Часто Художники Пьют Но Алкоголик Художник От Алкоголика Не Художник Очень Сильно Отличается Чем Тот Пьет И Пишет А Тот Пьет И Стонет Горько Пьет А Тот Пьет Чаще Чаще Всего Ну Конечно Есть Вариант А Если Поймает Может Тогда Пьет Ну Когда Он Пьет Он Немножко И Пьет Но Опять же Это Что Среди Художников Не Так Не Так Много Именно Алкоголиков Пьяниц Таких Симпатичных Пьяниц Судовольствия Прыгают Но Опять же От Праздности Потому Что У художников Много Этой Праза Это К тому Что Действительно Для Многих Из Вас Панацея От Скучной Жизни Вот У меня Настолько Жизнь Скучная Из-за Этой Живописи Вашей Что У меня Глаз Красный Спать Некогда Жалко Спать Какие Ваши годы Нет Спать Надо Глаза Так Что Что Там С Листья Сейчас Я Покажу Вот Такую Игрушечку У меня Наверное Каждая Десятая Девочка Пишет Вот Такой Натер Мортик Ну Хотя Б Один Невылесовая Да Да Вот На Такой Фигнюшке Можно Обучиться Легкости Не Начинать С Этого Здесь Мы Говорим Об Основах Конечно Подошла Попробов Не Получается Конечно Не Получается Потому Что Ну Не Не По Сеньке Но Это По Сеньке А Это По Сеньке Сейчас Мы Посмотрим Как Сделать То Что По Сеньке Потому Что Раз Разбередив Руку Раз Шевелив Растанцевав Ее Мы Потом Со Вся Кими Там Листики Как Нем Разберемся Классическая Живопись Она Действительно Требует Фундаментальных Знаний И Какого-то Толстого Опыта Поэтому Я И Не Рекомендую Соревноваться С теми У кого За плечами По 12 лет Действительно Мастихином Вы Делаете Листик Одним Движением Раз И Листик Размачив Можно Размачив Урок Конечно Мы Сначала Пробуем Сами Потом Я Прохожу Допустим 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 Кроме Вот этого Движения Мастихином Существует Вот такое Правда Смотрите Для того Чтобы Такое Движение Существует Нужно Хотя бы Увидеть Или Проявить Внимание Как Художник Набрасывал Набрасывал Уже Стопы На этом Кутубе Делал Что Вот это Разве Это Невозможно Надо Накинуть Споновое Пятно И Постоять Это Листик Это Листик Это Листик Ну Чтоб Он Еще Был Более Листик Ты Возьмешь Потом Листочку И Ему Еще Дашь Собережать Там Чуть Темнее Просто Листик Листик По Тонинце Нет Если Ты думаешь Что Мы Сейчас Сможем Взять И Сделать Голландский Натюрморт За Время Семинар Конечно В этом Речь Не Стоит Я Рассказывал Я Сухнет Или Листик Вот Чтобы Него Ну Понятно Что Это Листик Вот Это Листик Написать Вот Это Листик Просто Привыкни К тому Что Это Листик Мы В процессе Мы Еще Не Дадем Вот Это Тоже Листик Просто Привыкни К этому Если Ты К этому Не Привыкнешь Что Это Листики Мы Тебе Голландским Караватом А если Ты хочешь Легкой Современной Жизни Подожди Я хочу Легкой Жизни Надо Легкой Жизни Не 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 Я готова Поработать Это И есть Работа Увидеть Немалимое Еще Только Со Семьи Я Не Обыдно Значит Листики Бывают И Профиль Профиль Листики Фазы То есть Опять же Все Это Двигается Переставляется Как угодно Вообще Не Должно Быть Но Опять же Это Когда Пойдет Сейчас Речь О Таком Конечно Это Требует Выписки Выписки Сматривания Часто Зовичок Вот Проходишь Допустим По кругу Пишущих На Мастер Классе И Каждый раз Останавливаешься С одной И той Мыслью Вот Есть вещи Которые Мы Не Умеем Есть Такие Вещи Да Мы Технически Многие Вещи Не Умеем Мы Не Знаем Сколько Краски Дядь Как Положить А тут Еще Рука Не Слушается Пропорции Ните Но Есть Вещи Где Мы Просто Невниматель Как Ты Обращаешь Внимание Честно Ну Почему Делали Здесь В угол Забил Там Есть Тетрад Нет А у Нее Привычка Дурная Она Еще Когда Закрашивала Тетрадные Листочки В детстве Она Там До самого Все До Углов Рисовала Или Дерево Какое Дерево Она Знает Какое Дерево Дерево Это Вот Так Вот Так Ну Какое Это Дерево Это Скорее Рогатина Какая А Дерево Это Какое Очень Живое Правда Елочка Это Не Вот Так Теперь Никто Не Купит Заметь Во Время Дерево Никто Не Использует Ваш Живое Аккуратно Пока Ваш Есть Это Хорошо Зря Не Пощупали Вот Поскольку Путь Дальше Скорбен Это Действительно Сложные Вещи Я Не Призываю Просто Я Даже Призываю На первое Время Вообще Таких Вещей Отказаться У вас Современно А Так Я Хотел Сказать Что Есть Вещи Которые Мы Не Умем Но Есть Вещи Которые Просто Мы Проявили Не Внимание По Мере Каждой Следующей Картины Где Вы Будете Ставить Задачу Посильную У вас Появятся Такие Важные Вещи Как Внимание Оно Очень Быстро Может Появиться Узрослого Человека Который Внятно Хочет Рисовать Оно Быстро Может Появиться Ребенку Трудно Там У него Шило В попе Ну Трудно Его Внимание Взять Пока Он Сам Этого Не Захочет Как Правило Уже К 20 Годам Он Сам Этого Хочет Он Идет Институт Сознательный И так Далее Но Первые Часто Обучение Живописи У него Проходит Без Этого Внимания Просто Нечаянно Усваивает Что-то Похотя Играя В футбол Где-то Немножко Идет Знание Вот А У вас Все Для этого Есть Вы Захотели Вы Сознательно Настроились И Можете Это Внимание Приобрести Очень Быстро И Максим В данном Случа Прекрасный Пример Который За год Забот Обучение Достиг Уровня Добротного Художника Что Какой Он себе Ставил Вопрос Когда он Начинал Он говорит Слушай Ты мне Сейчас Это Показал Но Я же Это Видел Ну Почему Я Это Так Сделал То есть Он Для Себя Своё Внимание Очень Быстро Стал Перестраивать Свою Способность К Вниманию Почему Я Проявил Невнимание Это Я Сейчас Формулирую Это Слово Внимание А он Ну Это Ж Вещи Очевидные Живопись Это Сплошные Очевидные Вещи Сказать Что Я Не Умею Это Значит Что Я Не Вижу Есть Немножко Технических Приемов Есть Усвоенность Рукой Технических Приемов Но Сказать Что Я Не Умею Немножко Живописи Пруд Пруди Пассивный Для вас Поэтому Берете Пассивные Вещи Но По мере Работы В этой Области Вы Обязательно Будете Приобретать Академического Характера Опыт И Знания Там Даже Элементарно Ведет Листочки Которые Вы Уписали То есть Вот Они Прозрачные Я Подхожу Мазюкаю Пальцем То есть Я не знаю Где Надавить А где Спустить Это Техника Да 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 Вот Они Очень Хорошо Это Брать Прямо Из рук В руки У Мастина Потому Что Всякие Пособия Которые Там Существуют Очень Тяжелая Вещь Еще Очень Тяжелая Вещь Студии Где Перед Вами Ставят Задачи Как Перед Детьми Нарисовать Дракировку Нарисовать Куб Пшинчик Яблочко Там Как правило Схема образования И медведя Научить Рисовать И Как бы Вообще Не Учитывает Ни Наличие Время У Человека А Зрослому Человеку Некогда Просто Тупо Некогда Заниматься И Он Разочаровывается Что Даже Элементарное Не может На наших Уроках У нас Задача Показать Что Мы Можем Сделать Картину То есть У нас Есть Конечно Пробелы Они Сразу Выявятся Но Мы Можем Сделать Картину Мы Учим Ход Для Изготовления Картины Пассивный Для нас А Уже Эти Все Опыт Навыки И Прочее Прочее По Мере По Мере По Мере Но Я Чудеса Утворяют Очень Многие Отваливаются Через 50 Дор Потому Что Больше Не Нужно Ну Так Иногда Придут А Некоторые Не Могут Потому Что Им Нужен Движ Тусовка Тусовка Я Хотел Показать Как Например Вытворяется Вот Такое И На Таком Можно Очень Хорошо Тренироваться И Такое У У У У Будут С Видео Как Другие Делали Клякает За Полчаса Чепухня И Еще Одно Так Вот Мы Это Такое Сделаем Прямо Здесь Привыкнуть Надо К тому Что Это Рабочая Плоска Прям Привык Вандализм Да Да Вандализм То есть Надо Полагать Вот Допустим Мы Часто Ой Ну Как Это Свою Картину Такую Затратить А чем Красиво Сейчас Получилось Между Прочим На Каком То Этапе Могло Бы Так Это Как Это Контемпорель Подписать Сахар Да Взять Другой Костень Очень Красиво Ставь Мы Иногда Сталкиваемся Вот Взялись За Какую Задачу И Чувствуем Что Чтоб Ее Дописать Вот Кажется Когда Набираем Только Действительно Кажется Ой Сейчас Через Как только Начали Что-то Одно Выписывать Поняли Это Надолг Но Это Не Повод Потому Что Прямо И Писать И Писать Если Допустим Ты Понял Ошибочка Вышла То Конечно Можно Взять Тут Же Перествовать Другое Дело Если Работа Засохла И Ее Так Просто Не Перестроишь Лучше Опять Ж Голок А Если Рабочий Процесс Бояться Перестраивать Тут Тут Опыт Перестройки Они Уже Никто Не Знают Как Художник Приходит К Тем Или Вещам Просто Не Знают Заглянуть Художники Как Показывают Уже Удачные Вещи Особенно Если Речь О Видео Вы Конечно Не Видите Его Каторги Вы Видите Только Удач А Вам Как Предстоит То Что Он Не Показывает Если Там Два Сантиметра Живокиса Значит Мучился Он Долго Пока Не Увидишь Этот Рабочий Процесс Что Могут Быть Ошибки Могут Тупики Страшно Мне кажется Что Я Что Не Так Делаю Все Так Нормально Перестраиваем И Глазом Не Логнем Тоже Даже В момент Перестраивки Например Вместо Вот Этого Теперь Паяется Фигурка Леж Зато Ну Что Зарушить Да Вот Работа Здесь Да Нет Да Видим Ну Тоже Видение Нас Капольщик И Душ Что Что Может Закрадить Будет Тоже Обратите Внимание Плоскость Обозначена То есть В школе Мы Учились Всегда Когда есть Возможность В вашей Картине Сделать Жест Поступок Пользуйся Пользуйтесь Случ Либо Это Плоскость На которой Будет Стоять Что-либо Либо Еще Что-то Если Есть Возможность Совершить Поступок Покажите Свою Свою Можно Можно Закрасить Уныло Закрасить Фоновым Пятном Холст И Петантичник Рисовать Рубенько Рубенько Можно Тут же Изготавливать Вещь Пробовать Рукой Мотать И так И сядь И бряк Надо Танцеваться Должно Это как Когда тебя никто не видит Ты можешь петь Ты можешь танцевать Вот так Тебя никто здесь не видит В такой каше Никто не видит Поэтому Валяй Дурака У вдовы И такие Листочки И всякие Наверное Самая большая проблема Это Разрешить Себе Мы же не знаем А можно Это себе Разрешать Мы же не знаем Хорошо Вот сказали Пиши Как дышится Как Вот так Швырни краски И начни ее Диагональ Про диагональ Он же не думает Диагональ А диагональ Они просто автоматически думают И вы видите Что к диагонали Кто-то туда устремился Просто Это не значит Что это Приобязательство Что-то может быть И не приобязательство Достаточно Чтобы узнавались Вообще Школьные вещи Школьные Проявления Что да-да-да Видно Что кое-что Живописи Не ярмарочная Живопись Перечисленные Предметы Ну как дети рисуют Лист бумаги Здесь солнышко Его научили рисовать Все предметы Расставлены так Что ни один предмет Не заслоняет другой Это так рисуют дети Ну это и проявление Такая иконография А взрослая живопись Это уже живопись Не иконографичная То есть она Видит пространство Она заслоняет предметы И чем больше предметов Заслоняет друг друга Тем больше Пространство и появляется Но опять же Детская живопись Это расставленность Поэтому скорее всего От детства У вас тоже будут Эти вот гришки Елочка Я показал Какая-то И такая солнышко Где-нибудь С припеху Сбоку На стадошке Где-нибудь Или подразумевалось Только закатом Ну знаете Красиво уже Ничего не Красиво Главное Вовремя Остановиться Ну это Самая сложная Экстрация Вот это Вот тренировочки Вот такого характера Вот такие Даже сейчас Вот такие Натеки Очень модны Прямо модны Иногда Даже уже Написать Подбросить Она потекла Какие-то цветочки Даже просто Раздавая Раздавая Вот эти Вот эти Звуки На картине Мы уже Учимся Что-то моделировать Легко Общаться С мастерином Может быть И пальцем Где-то там Сейчас вот человек Теряется Как смешивать Вот прямо Вот полет Не там Вот здесь Там Где-то Какими-то Запятыми Сработает Тут я Помакал Помакал А здесь Допустим Запятыми Сработал Намек На Какой-то Нарцисс Или вот А-ля Ромашка 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 Сколько версий Рисую Что хочет Который захочет Который захочет Из предложенного Иногда вот прямо такой густяринной краски Можно дать Она возбуждает Очень Густота краски Почему Вот эти Абстракции Сделанные Густой краской Часто стоят Безумных Дим Что это Детка А с шика Пользование Краски Тоже Возбуждается Да Уже Телепел Он в банке Намок Короче Вот даже так Вот не рисовать Вот прямо Этот Силуэт Да Такой же там Силуэт Ну так Может быть Чего это не рисовать А блик Боздаю То есть по форме Штришок произошел То есть жестик По форме Человек сам додумает Это не рискован Это не рискован Что это не рискован ронектор Playing Эли Абстракции Дорогая Или ½ Вы Вот determines Ö Он 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 На уже здесь мы так не заморачивается если там заморочились на эту школьную программу здесь чуть посвободнее, чуть повеселее где-то и обрыжком на стихии вы видите, центр только освещен, то есть периферия поспокойнее ну не знаю, вот собственно и все можно еще на стол кинуть цветочки а, точно точно, на стол кинуть цветочки или бестоники и цветочки под сверху здесь не надо след за лазой ну не обязательно, в таких случаях уже не обязательно хотя можно мы ее в другое место не ставим понятно, что пановое бетно можно быть почище в цвете поскольку там уже каша ну и такая глубина цвета тоже вполне устраивает то есть это грестца такая а-ля под старинный натюр вот вот в этом случае я как раз хотел бы, чтобы вы действительно подошли особенно вы и все-таки пощупали не я специально от академической перешел к этому, для того, чтобы вы увидели, что вам стоит делать то есть сначала разыграться сделайте десяток купите холстов 10 холстов будут вам стоить, сейчас скажу, в среднем по 20 долларов уйдет, нет больше, хорошо, по 30 долларов уйдет на создание картинок. Вот выделите 300 долларов, сделайте 10 таких игрушечек, и вы уже почувствуете, что вы художник. Может быть, какие-то картинки подберите, а мотивом будет вот этот натюрмон, вот этот букет. Вы нашли в интернете какие-нибудь фото или с чужих картин посмотрели, взяли себе материалы, разложили при собой 10 холстов, 2 дня дуратитесь. Уверяю вас, после этого интуса 300 долларов можно потратить на башмаке. Через 10 картин вы иначе будете на улице выходить. У вас за плечами 10 картин. Вы должны поступить по этой степени. Молодой, когда вы будете это писать, не пишите так, как будто вы с этим параличем не подходите. А подходите с тем, что вот вы видели, как будто вы рассказываете своей сестре, дочке, кому угодно. Я был на мастер-классе. Знаете, что он советует? Посмотри, что он советует. Сама расскажи. Девочки, которые говорят, как мне побыстрее вырасти. Давай уроки. Разница между тобой, прошедшей 30 уроков, и человеком, который придет, уже невероятная. Космическая. Он из небытия в бытие, а ты из бытия в космос. Да. Поэтому пройдите к холсту так, как будто вы кому-то рассказываете. Как будто вы рассказываете то, что вы прослушали. Да, вам будет легче назад. Не цепенеть. Следующий семинар. Что? Место цветов, да? Нет. Место цветов. Вот просто. Следующий семинар. Не цветы, а что? Мы их на ходу придумываем. А можно фрукты? Нет, а вот абстракция, она имеет какие-то? Ну, у нас среди тем есть женщина, вот гипотетически, женщина из живописи. Вот я как бы немножко все время эту схему оговариваю, а поскольку... Да, не знаю. А поскольку у нас вся аудитория женская, то вот... Мужчина в живописи. Нет. Философские ваши... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова